Вода даже не верится. Солнечно с утра и довольно тепло. Неужели не будет дождя? Но прогноз обещает, наверное, всё-таки будет. Я приехала в униклинику. Вот она, видите, на заднем плане. Тут у нас стройка, стройка. Везде стройка. Что-то они тут опять мастерят. В общем, приехала я на очередной приём к радиологу. Ветер задувает, меня не слышно, наверное, да? В общем, просто проверочка. Покажу сейчас свой диск с КТ. Результаты КТ. Заглянет в горло, как всегда, пощупает и скажет, «Всё хорошо, Татьяна, приходите через полгода». Вот она наша клиника. Вертолётная площадка. И вот этот вот лифт сразу на минус второй этаж в реанимацию. Кстати, мне на минус второй и надо. Там у нас радиолог. И там же рожают. Весь сам экшен происходит на минус втором. Но он же, наверное, и самый безопасный в случае чего. Вот мне, значит, лифт B5 надо использовать. Вот этот минус второй этаж. Видите? И нужно с собой направление, страховую карточку. И результат КТ с контрастом. Так, минус 2, минус 2. КТ с контрастом, шея и лёгкие. Едем. Одна на весь лифт. Этажи минус 2. Ох, ветер поднялся. Рано радовало. Сейчас, наверное, что-нибудь либо нет. В общем-то, всё хорошо. Доктор посмотрел. Теперь через полгода нужно будет опять принести всё то же самое. Результаты КТ с контрастом лёгких и шеи. Всё хорошо, но я его ещё помучила вопросами по поводу лимфоузлов, которые сейчас на УЗИ у Лора здесь сказали чуть-чуть больше. Он посмотрел на дисках на этих. Он сказал, что это нормально, ничего страшного. Что они меньше сантиметра, там 0,8 самый большой. И он специально сравнил с прошлогодним. Ровно год назад, говорит, было плюс-минус там всё то же самое. То есть нет динамики какого-то сильного роста или ещё что-то. Ну, правда, и уйти не ушли, но и выросли не выросли. Поэтому просто нужно наблюдать. Он сказал, что у тебя нет повода для беспокойства. Приходи через полгода. Но будем надеяться, что так и есть. О, опять солнце. Так что всё хорошо. Ну, вот что я говорила. Дождь таки пошёл. А с утра такая погода. Так я радовалась. Наконец-то солнце светит. Порадовалась, Татьяна, солнце и хватит. Куда мы едем? А едем мы, друзья, записывать Артёма в зал. В фитнес-студию. Иксфит называется. Иксфит. Ну, в общем, туда икс, сюда икс. В начале, в конце. Едем записывать со мной. Потому что Артёму ещё нету 18-ти. И ему сказали, что нужно, чтобы кто-то из родителей пришёл. А Саша думает, что, скорее всего, как родитель, он в этом случае не пойдёт. Потому что с того зала он был исключён. Напоминаю, он уже был из двух спортивных клубов у нас в городе исключён. В одном у него вообще хаос фербот, так называемый. Это, то есть, куда, в принципе, заходить ему теперь нельзя. Про это было видео, можете поискать, почему Сашу не пускает в зал. А из второго вот как-то вот просто прервали договоры, всё. Ну, не просто. Ну, как? Просто без предупреждения прислали договоры. Ну, не просто так. Ну, не просто так. Шорты были не те. Не те шорты у Александра было, и когда ему сделали замечание, он что-то им там огрызнулся. Не огрызнулся, поржал с них просто. Ну, это равно огрызнулся. И да. И как-то полгода назад, что ли? Шорты, они в смысле были короткие или что-то такое? Они были просто не того материала, каким хотелось. Не тот материал, как в шортах. Да, не те короткие, которые, знаете, я вот видела, когда ходила в спортзал активно, видела, приходят мужчины некоторые в таких шортах, как типа плавочки вот эти вот, да, с сеточкой внутри. И когда они тренируются, раздвинув ноги, у них там, я извиняюсь, иногда что-то торчит, да? Вот в таких шортах можно ходить в спортзал, потому что якобы, наверное, никто не жалуется, я не знаю. А я был в шортах по колено в плотном, плотного материала. Да, не спортивные, да, обычные шорты были. Просто он с работы, по-моему, да, забыл простые и решил потренироваться в это. Ну, шорты и шорты. Ну, шорты и шорты. Нет, мало того, что нельзя вот в таких вот майках мужчинам, только вот в таких, да? Только в таких. Да. Так еще оказывается и шорты им не те. А женщины могут на бертельках просто. Да, и с голым пупом, и с чем хочешь. И это не считается, это нормально. Это не считается. Хотя вроде как у нас везде равноправие сейчас, да, в Европе за это топят, но тем не менее. Так вот, и Саше просто сделали замечание. Саша там огрызнулся, то есть поржал. Не огрызался, я просто поржал над ним. Равно огрызнулся. И потом, спустя короткое время, нам пришло письмо в конверте, что с вами прервали договор. Без объяснений. Без всяких объяснений, но Саша это вот только вот этим объясняет, потому что больше никаких проблем не было. Вот. Потому что я поржал над хозяином зала. Как оказалось, это был хозяин зала. Он ходит там и проверяет. Тогда это он так делал, не знаю. И он подошел ко мне, как бы представившись работником в зал. И говорит, ну тут может шеф появиться, посмотреть. Это я уже потом узнал, что он оказался хозяин был. А он говорит, ну там шеф может увидеться. Я, короче, поржал с них. И они всей группой, всеми работниками зала наблюдали за мной потом. Вот в этот день, в эту тренировку. Я думаю, что они все возле меня крутятся. А они смотрели, когда я закончу тренировку. Тут вся их банда. Я думаю, что им надо. Они за мной гуськом. Я в тот зал, они за мной. Я в эту зону, они за мной. И так стоят, как будто типа незаметные. Но я же вижу, что они за мной наблюдают. Ну чего они наблюдают. И они ждали, когда я переодену, закончу тренировку, выйду из зала. Отсканирую карточку, чтобы понять, кто я. Я отсканировал карточку, они по пидору видели, кто я. По этой карточке был. И смогли мне прислать договор. Расторжение договора. Сейчас тут за нами автобус, авария какая-то. Полиция, скорая понаехала. Ну это было много лет назад. Сейчас я думаю, что уже у нас столько разных. Ну лет пять прошло больше, наверное, да? Столько людей, каких пять, я думаю, лет семь, наверное, прошло. Так вот, и что интересно, что в начале этого года, нет, полгода назад, наверное. Саша хотел, или год назад, Саша ходил с Артемом в этот зал на пробную тренировку, его пустили. А потом они хотели с Артемом вместе заключить договор. И у них вот в базе всплыло, что оказывается, Саша нельзя в этот зал. Они поставили в базе данных на мою фамилию и на мой номер счета запрет. Хорошо, что я посмеялся, вот его зацепило, дурочка этого. Так вот, ну сейчас вопрос, запишут ли Артема, потому что... Фамилия такая же? Саша сказал, и номер счета такой. Номер счета такой. Ну, Артемкин можем дать. Ну нет, в убуждении убивать, скажем, месяц, это же неудобно. Ну, в общем, не знаю, прокатит, не прокатит. Номер счета, потому что у нас один. Фамилия у меня чуть-чуть другая, но у Артема та же. Посмотрим. Вот он наш FitX. А, FitX. Дождь Ахинский. Никуда не делся. В общем, мы с Артемом уже сходили, идем обратно. Сейчас в машине расскажем. Ну, как ты думаешь, Александр? Не подсматривай. Думку дали. Просто так дали, видишь, у глаза грустные. И вопросов не было? У меня ни паспорт не спросили, ничего. Ну, он же заполнял имя, фамилию, все. Да, я свои. Фамилия-то у него, как у меня. Фамилия, как у тебя. Я свою фамилию ввела, все. Меня-то ни при чем, но номер счета-то я ввела. Номер счет-то у нас общий. То есть, Артемка и фамилия, номер счета. Потом она уже почти все оформила, и там что-то красным. Она, подождите, и мы с Артемом переглянулись. Она сходила к какому-то коллеге, вернулась. А, нет, тут просто вам еще одну подпись надо поставить. И что-то Артемке там дали. Вот смотри, раньше рюкзак был, помнишь, такой? Ну, такой более плотный. Ну, более плотный такой, водонепроницаемый был. Такой и был уже. Нет, сто процентов был другой. Полотенчик тоже чуть-чуть иначе был раньше. Все как всегда. И бутылочка. Ну, чуть-чуть у них поменялся логотип, мне кажется. Все. В сумку хороший магазин ходить. Ну, все, поздравляю. Мама такие любит. Я бы не стала ходить с рекламой. Ну, круто. С другой стороны, если сумка закончится. Сейчас Артема бокс и фитнес надо будет совмещать. Бокс три раза в неделю, фитнес сколько раз в неделю? Фитнес-то тоже минимум три раза. О, а когда уроки делать? Месяц остался. Ну, потом-то новые уроки будешь делать, надеюсь. Я надеюсь. А еще, если на английский придется ходить. Вроде Артем решил сейчас отходить до конца учебного года. И говорит, что все, сделает паузу. Там по ситуации, если решит, что необходимо, продолжит. Но вообще он намекает уже, что ему теперь, наверное, по математике надо будет дополнительные уроки где-то брать. Возможно. В общем, будем по ситуации смотреть. Ах, да, про цены вам расскажу. Интересно же, наверное, да? Значит, сейчас у него три с копейками, по-моему, да? Снимут за вот этот неполный месяц. Сколько тут пару дней осталось? Могли бы уже, знаешь, понятие простить. С первого числа сделать договор, да и все. Тем более в этом месяце не факт, что Артем еще попадет. Может, сходит завтра. Что, реально три дня осталось до конца месяца? Да, и взяли три с копейками. Плюс 29,99 вступительные вот эти вот одноразовые. И каждый месяц 29,99. А вступительные еще надо платить? Да, это всегда везде надо. Как за целый месяц? Во всех клубах такое есть. И, значит, договор на год обязательно, да? Раньше прервать нельзя. Через год можно. А потом можно, да, в любой месяц за месяц надо написать. И можно прекратить. Ну, вообще-то бред, да? Ну, дали бы уже сразу возможность человеку... Скажем так, если ты заплатил вступительных 29,99, тебе, в принципе, по поводу без повода не захочется уже прервать договор, да? Ну, типа, ты думаешь, потом еще раз подпишешься. Опять платить эти 29,99. А так уже мотивация. Ну, нет, вот они все таким путем. Ну, раньше и того не было. Ну, раньше и дешевле было. 19 евро раньше было месяца. И что туда входит, там, чтобы вы понимали, ничего-то особо и нету. Ни бассейна, ни каких-то там, просто тренажеры. И вода, да, бесплатно? Вода. Только вода или напить лимонады, там, чай, кофе? Нет, это только вода. Только вода. Там какой-то, я же видел там, несколько этих, чтобы уже воду заливать. Ну, может, гасированные обычные. Нет, там есть со вкусами вода. А, ну, есть, все-таки с сиропами. Но это не используйте сироп, противно, это химоза. Там химоза редкая здесь его. Ты еще одновременно сжигаешь калории, еще и заполняешь сахаром. В общем, вот такие вот дела. У нас, к сожалению, поближе к дому ничего такого интересного нет. Сейчас, в принципе, у нас возле дома ни одного спортзала не было. Если раньше был женский вот этот вот ВОВ. Который двой еще строят. Который потом строили, строили. До сих пор во время короны должны были построиться. Но, видно, не хватает им рабочей силы стройматериала. До сих пор строят. И вот так, чтобы вот просто взять из дома выйти и там в течение 20 минут, там, 15 дойти пешком, у нас нету спортзала такого. Может быть, и я замотивировалась бы. А ты каждый раз думай, кто тебя отвезет. Или сама ехать на автобусе. Ну, в общем, вот это вот такое себе. В Алди зашли. Держи тележку за яйцами. Нет, расскажи. На Салди перестроили. Вон там сделали. Раньше прямо надо было идти. А теперь кармашек такой сделали. Я говорю, Артем... Нет, пожалуйста, подписчики, напишите, что это... Это было, Артем, в другом Алди. Мы заезжали, когда с Вагиной ехали с папой. Я с тех пор еще здесь не была, значит. Если кто-то так долго смотрит, я тоже... Они не ориентируются, в каких магазинах мы их водим. Нет, вот у папы спросишь. Так, яйца. Яйца держи. Может, две сразу взять? Чего ходить по одному яйцу брать, правильно? Так, окей, яйца есть. Я вот Артему предлагала клубнику взять. Артем говорит, выглядит, что она кислая. А она дешевле. 3,89 килограмм стоит. Поиграем с Артемом продавца. Подожди, я все, найду точно ли есть. Давай, Вайта. Серьезно? Положила. Так, теперь у нас... Опять про бауэр-карту спрашивай, слышал? Иди туда, складывай. Пакет. А, еще нельзя, наверное. Ладно. Видите, сколько мы набрали. Так, что у нас тут еще? Мне кажется, это так интересно. Тогда не целый день, наверное, с утра до вечера это делаешь. Тогда интересно. Яйца, яйца. Сейчас они появятся. Так, теперь у нас... А вот еще помидоры вот такие. Остальное то, что не... Не годится. Так, у нас здесь какие? Ищем, 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 Артем. Следующая страница. Вот, да? Наверное. 3. Так, все правильно. 2,5. Да. Теперь у нас вот такая штука. Подожди, это же обст. А, тут и гемюза тоже. Ладно, давай дальше. Ищи, Артем, есть тут такое? Ну давай, кто быстрее найдет. Ну, просто быстрее найдет. Вот, да? Да. Окей. Один. Ура. Так. И два ботата больших. Нет, кто здесь? Вот. Ура! Итого 30 евро. Все, мы уже закончили. Так, булочка кушает, ну и нам пора поесть. Что мы будем сегодня есть? В общем, я варю ботат, да? Тимур говорит, мама, не экспериментируй, лучше запекай, запеченный вкусно. Но я варю с цветной капустой и хочу сделать из этого пюре. Он сказал мне, хотя бы мне, говорит, не пюрируй, я буду есть просто. Тимур пюре в любом виде не может. Хоть картошка, не то, что не может, не любит. Так, ну а здесь у нас печеночка жарится, которую я вчера купила. Телячью. Мы с Сашей это есть будем. Тимур точно будет, ну не знаю насчет того. Ну, с вареным будет, а вчера нет. С Миланой неизвестно, как карты лягут, а Артем отказался сразу. Артему что-то другое надо будет пожарить. И салат, наверное, нарубить. Печенку посолила, чуть-чуть поперчила. Хотела обвалять в муке, но потом вспомнила, что в прошлый раз я ее жарила, у меня не было муки, но у меня был крахмал. И я обваляла в крахмале. Вот сейчас сделала то же самое, потому что было вкусно. В муке, конечно, тоже наверняка вкусно. Но если есть и то, и то, и было вкусно так, то что экспериментировать, правда? Хватит нам вот этого эксперимента. Так, так, так. А, уже выглядит вкусно, да? Стаса заморщился, смотрит скептически. Ну, это не такое же, да? Ну, не такое, да. Можно вот так вот и оставить, да? Или прям гладкое сделали? Это бы больше макать не надо, да? Это будет каша. Можно было блендером? Нет, это так треяло бы. Ну вот, моя пюре-печеночка последняя пригорела немножечко, пока мы пюрешкой занимались. На мой вкус, это пюре очень вкусное. А на твой? Нормально. Ну, не получилось такое консистенция. Ну, его нельзя сравнить с картошкой, другое. Ну, понятно. А что такое печенка? Что? Что такое печенка? Печенка? Как-то лепер, как на низк. Да. Ты не знаешь, что печенка? Попробуй, очень вкусно и полезно. Печенка это фильтр. Попробовала. Фильтр организма. Попробовала? Вкусно, да? Это самая полезная часть организма в плане еды. Когда лев убивает свою жертву, вожаку стаи всегда достается печенка. Так и у волков. Сама питательна. Папа, ты кейсу закрыл? Слава. Саша, встал, балкон закрыл. Балкон террасы. Потому как кейсу было. Лисенька, где тебя носят? Боже, боже. Ладно, все приятно, в остыне. Какая у меня гора белья, чтобы поутюжить. Завтра буду. Сегодня уже не буду. Смотрите, это я принесла сложено. Это я Сашу попросила снять. Видите? Сразу видно. Мужик. И что, ему не придется это вытюжить? В общем, завтра мне предстоит. Но там еще сохнет. А почему я попросила снять? Завтра, в принципе, оставшиеся надо будет снять. Эй, булка! Булка обратно. Она за прошлой кого-то увидела. Кого она увидела? Ау, ногу стукнула. Булка! Хотела выйти на террасу. Булка выскочила. Ой, дурынь, да. Это птица может не будет. В общем, завтра надо будет все остальное, что еще сегодня не досохло, снять. Потому что Саше сегодня звонили с какой-то фирмы и сказали, что завтра придут убирать с подвал. Они будут, по-моему, высушивать все это дело. Они будут, в общем, не знаю, завтра узнаем, что они будут. Блин, так ногу стукнула об железный стул. Надеюсь, там не трещина. За булкой бежала когда сейчас. В общем, сдвиги есть. Не прошло даром то, что Саша привел, значит, вот эту женщину сюда и все показал. Унитаза у нас все еще нет у второго. Но за подвал собираются взяться. Либо завтра, они сказали, либо в пятницу. Потому что в четверг у нас выходной опять в Германии. Честно сказать, я думаю, что, скорее всего, в пятницу. Лучше бы была не та в самсоу принесла. Не, на самом деле, Милана, их подвал тоже нужно высушить. Булка домой! Она просто, прежде чем я вышла сейчас на террасу, на кого-то тявкала-тявкала. И я совсем не подумала. Я только открыла дверь и... Булка домой! Булка! Булка выходит. Надо обуться и идти догонять. Булка! Она за мной стоит, смотри, что-то. Булка! Она только Сашу слушает. Она вот Саша на принцессе и все. Ну и все, друзья. Давайте уже обниматься и спать ложиться. Крепко-крепко вот так. Ой, часы мои на зарядке сейчас сниму. Все, друзья. Увидимся с вами завтра снова. Как всегда, в это же время, на этом же месте. Всем пока!